Блотов, дорогие друзья! У нас на этой неделе мы изучаем недельную главу Хае Сара, где Тора описывает, как Авраам Авину занят похоронами Сары в пещере Махпела. В прошлой недельной главе мы знаем, что Авраам Авину совершил самый невероятный поступок за всю историю человечества. Человек, который сам является чистейшим добром, который обучал всех, что нельзя, друзья, там все в то время были язычниками, и он всем объяснял, друзья, нельзя заниматься жертвоприношениями людей, людей нельзя убивать. И Всевышний этому человеку, который всю жизнь обучал, нельзя никого убивать, всем нужно помогать, Всевышний ему говорит, знаешь что, иди и принеси в жертву своего сына. Авраам немедля пошел Акедат Ицхак, жертвоприношение Ицхака, и был готов убить сына, потому что так сказал Всевышний. Всевышний его останавливает и говорит, раз ты был готов, и ты полностью все свои желания направил ко мне, несмотря на то, что весь мир обсуждал, еврея Авраам, который нас обучал, гуманности, что нужно всех спасать и всем помогать, сегодня идет убивать своего сына родного. Все про это говорили, Авраам Авину был к этому готов, Бог сказал, я делаю. Авраам Авину сделал самый-самый великий поступок за всю историю человечества, и нож, которым он был готов зарезать своего собственного сына, называется Маахелет. Объясняет Амраше, что Маахелет от слова питаться, мы питаемся этой наградой за его действия до сегодняшнего дня. Вот эта великая награда, которую Авраам заслужил в Акедат Ицхак, в жертвоприношении Ицхака, мы тоже пожинаем ее плоды, и мы тоже, как его потомки, имеем к ней отношение, и она дает нам успех до сегодняшнего дня. Ну что, говорит нам Тора в нашей недельной главе Хаесара, что как только Сара узнала, что Авраам пошел убивать своего сына Ицхака, ее душа порха не шмота, она выскочила из тела и пошла на небеса. Давайте разбираться, очень много разных комментариев, очень много разных интереснейших и важнейших уроков мы можем из этого выучить. Я вам хочу сейчас сказать комментарий Ребякова Галински. Почему же ее душа выскочила дословно из тела и пошла в рай ко Всевышнему, когда она услышала про то, что Авраам пошел убивать своего сына? Что произошло? Объясняет Ребяков Галинский, что Сара всю свою жизнь была здесь, в нашем мире материальном, вот то ограниченное время, период времени, в котором мы здесь находимся. Она была здесь на работе, она знала свою цель, она знала свою миссию, она жила и служила Всевышнему. Поэтому, когда она узнала, что ее сын, единственный сын Ицхак, согласился пойти и быть убитым Авраамом по приказу Всевышнего, а это, как мы сказали, самый невероятный поступок, sacrifice, себя, себя готов потерять свою жизнь, потому что, так сказал Всевышний, отдать жизнь за Бога, Ицхак Абину был готов это сделать, она поняла, что она выполнила все, что она должна была выполнить в своей жизни. Вот мы сказали, что она была как бы на службе. Пост сдал, пост принял. Сара приняла свой пост при рождении, когда она узнала, что ее сын достиг такого духовного уровня, что он готов умереть по приказу Всевышнего, ее душа сразу выпрыгнула. Все, пост сдал. Я сделала то, что я должна была сделать в этом мире, поэтому ее душа мгновенно ушла в рай. Больше мне здесь нечего делать. Я достигла своего максимума, я вырастила сына, который был готов пойти со своим отцом на свою собственную смерть. Именно поэтому у Сары выскочила душа, когда она узнала про жертвоприношение Ицхака, потому что все, душа ее поняла, что все, что она должна была сделать в этом мире, она уже больше не сможет. Ее сын такой праведный, сразу ее душа выскакивает из тела. И также это написано, Тора говорит, что она прожила 127 лет, и Тора говорит, что все ее годы шавим-ля-ту-ва. Они все были одинаково прекрасны. Все у нее было хорошо. Какой хорошо? 90 лет не было сына. Ее воровали фараоны и так далее, воровали от своего собственного мужа, брали ее в плен. Такая тяжелейшая жизнь. Так почему Тора называет, что все ее годы шавим-ля-ту-ва? Прекрасная жизнь Сары. А именно поэтому она и была прекрасная. Неважно, в этом году меня украли или нет, или в этом году у меня родился Ицхак, наконец-то я родила сына. Это все неважно. Сара была здесь на службе у Всевышнего. Она ему доверяла на 100%. Все, что с ней происходило, вызвало только одну эмоцию – радость. Она всегда была рада. Все ее годы шавим-ля-ту-ва, потому что Сара четко знала, я здесь на работе, я здесь какое-то ограниченное количество лет, чтобы я могла потом вечность. Не 100 лет, не тысячу лет, не 10, не 100 тысяч лет, не миллион лет, а вечность находиться в раю. Поэтому все, что здесь со мной происходит, я всему рада. Я доверяю Всевышнему на 100%. И как только я узнал про своего сына, что он достиг величайшей величины, величайшей величины огромного духовного уровня, сразу убегает ее душа наверх, потому что она сделала то, что она хотела. Дай нам Бог, учитывая то, что есть духовная генетика, и в нас это тоже заложено частично, вот эти вот качества Сары, дай нам Бог тоже осознавать, что мы здесь на работе, а на самом деле мы были созданы жить вечно со Всевышним в том, в следующем мире. И дай нам Бог радоваться всему, что с нами происходит, потому что все в конечном итоге от Бога. Мы с ним вместе как бы работаем и строим нашу собственную жизнь. Всем шавуатов! Спасибо огромное, что вы учите Тору на Вайкра вместе с нами. И обязательно добавляйтесь в нашу рассылку уведомлений в WhatsApp. Пишите мне на WhatsApp. У нас есть прекрасная группа в WhatsApp. Всех добавим, отправим отличные книжки в подарок. Будем на связи. Спасибо огромное. Шавуатов!